Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Дорогие мои собратья, сегодня в Украине введено военное положение. Многие люди, мои земляки, пребывают в напряженном состоянии, через прямые военные действия, нарушившие мирные состояния. Люди не знают, как действовать в этом чрезвычайном положении. Во многих городах и селениях Украины ведутся бои. Проливается человеческая кровь. За которую Господь уплотил Своей жизнью. У меня за окном, здесь на Винничине, слышно непрерывный гул автомобилей. Это колонны беженцев. И это длится целые сутки. Это не просто катаклизмы, вызванные природой, которые мы сегодня также наблюдаем. Но это человеческие страсти вырываются наружу под влиянием бесовских стратегий. Брат убивает брата. Меня сейчас не интересует политика. Это сатанинский инструмент. Меня интересуют духовные состояния моих дорогих братьев. И Господь побудил меня сегодня сказать это слово. Почему же Господь допускает такие события? Этот вопрос сейчас у многих моих верующих братьев и сестер с Украины. Дух Святой через вестницу Господню предупреждал. Мне были показаны жители земли в крайнем смятении. Повсюду войны, кровопролития, лишения, нужда, голод и эпидемии. Когда дети Божьи оказались среди этих тягот, они сплотились и забыли все незначительные трудности. Само мнение больше не имело власти над ними. На смену ему пришло глубокое смирение. Страдания, трудности, лишения вернули им здравомыслие. Импульсивные, нерассудительные люди стали рассудительными и действовали со смотрительностью и мудростью. Вот, дорогие мои братья и возлюбленные сестры, вот нам ответ. Это допущено Богом для нашего смирения. Я вот размышляю о том, что все мы с вами были участниками видимого внутрицерковного противостояния. Когда планом проекта «Великая борьба в каждый дом» здесь у нас на Украине руководство церкви через свою амбициозную административную систему ставило препятствия. Если бы этого человеческого фактора не было бы у нас в церкви, то сколько можно было бы распространить «Великой борьбы» еще во всей Украине? Кто теперь будет отвечать за задержку проповеди Евангелия на территории этой страны в мирное время? Кто может ответить на более серьезный вопрос «А сколько человек уже погибших могли бы узнать о Христе и примириться с Ним благодаря нашим совместным усилиям?» «А сколько таковых еще погибнут без этого примирения?» Кто ответит? Виновные ответят, если не покаются. Но даже в таком состоянии Бог не оставил свой народ. Посему и допустил войну здесь, чтобы все мы с вами, став более здравомысленнее, переосмыслили все то, что произошло у нас в церкви и происходит сегодня. Не хочу, братья, упрекать никого из руководства, виновных в этой задержке. Есть на то Господь. Но желание моего сердца сегодня ободрить братьев, попавших в нестандартную ситуацию под названием война. Мне самому сегодня нелегко и нелегко это говорить, но кто может противостоять Господу, когда Он повелел? Библия предупреждает нас авторитетно о том, что будут войны и военные конфликты, пандемии и подобные. Все это приведет население Земли к всемирной депрессии. Мы, как верующие люди, исследующие Писания и труды Духа Пророчества, видим, что это является прямым доказательством скорого пришествия нашего милосердного, горячо любимого и любящего Господа, нашего единственного пастуха, который не предал нас и никогда не предаст. Ибо Он свою любовь проявил уже на деле. И те, кто ожидают этого славного события, имеют величайшую надежду и живут ею. Но что, братья, делать тем, кто ее не имеет или утратил ее? Посему я обращаюсь сегодня именно к верующим людям, моим братьям и сестрам, пребывающим во Христе. Именно мы должны сегодня дать эту надежду, не имеющим этой надежды. Тяжелое время – это время проявить истинную веру в своего Спасителя и в Его защиту. Это время показать всем, что есть живой Бог, который не удалился от нас и наших страданий. Этот Бог является Спасителем, пребывающим в каждом искренне верующем христианине, для того, чтобы утешать и поддерживать всех нас через этих людей. Я также хочу напомнить нам о том, что наша Вселенная вот уже 6000 лет находится в военном положении, с тех пор, как пал первый человек Адам, который переступил через грань праведности. И вся власть его, которую ему даровал Творец, перешла к врагу Божьему Дьяволу, который и является человекоубийцем. Посему, братья, не забудем, кто стоит за теми, кто создает любого рода конфликты, то ли в церкви, то ли в мире. И как бы нам сегодня ни было трудно и даже порой страшно, мы должны с вами помнить о том, что Господь призывает нас не забывать, что для него нет ни украинцев, ни евреев, ни россиян, ни американцев, никаких других национальностей. Эту фрагментацию или дробление на множество народов сделала сатана посредством греха. Библия говорит, Также хочу напомнить, что мы с вами все едины во Христе. Посему и не имеем вражды ни между собою, ни к другим людям, имеющим иные вероисповедания. Мы мирные люди, потому что Тот, Который в нас, Он единственный и истинный миротворец и сама любовь. Также не забудем, что у нас есть утешитель с великой и могучей армией ангелов, служителей, которые всегда готовы помочь нам при первой же возможности и нужде. На нас, дорогие, смотрят люди, не знающие Бога, которых сегодня дьявол вводит в панику и депрессию. Так будем же для них христовым благоуханием, как запахом живительным на жизнь. И не забудем, что наша отчизна не здесь, на грешной земле, а на небе. Потому что написано, что наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Посему, дорогие, расскажите об этой отчизне другим братьям, заблудившимся в этом вселенском кладбище под названием Земля. Когда я готовил это обращение, один брат скинул мне подобное. Он пишет. Сегодня особенно много панических постов в сетях. По-человечески это понятно, а вот по духу нет. Нет. Верующие люди по определению имеют мир в душе. Если же мира нет, то верующий ли ты? Думаю, стоит молиться. Но именно об этом сверхъестественном мире Божьем. Не сейте панику и не питайте своим негативом бесов. Возможно, пришла пора довериться Спасителю. Благословляю вас. Два разных сообщения. Одно краткое, другое подлиннее. И писали двое совершенно разных братьев, но в одно и то же время. И автор этих двух посланий один и тот же. Это Дух Святой. Наш утешитель. Однажды проповедник праведности по вере Билл Ливерсидж сказал такие слова. Там, где я нахожусь, там всегда самое безопасное место. Потому что я служу Богу. Запомни, брат, это утверждение верующего человека. Если ты, мой брат, являешься инструментом Божьим, то чего тебе страшиться? А если ты не инструмент Божий, то будешь иметь страх. Сделай, дорогой, свой выбор или в сторону страха, или в сторону инструмента в нежных и любящих руках Божьих. Я свой выбор уже сделал. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните чужих богов и служите Господу. Если же угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Ибо Он Свят. Господи, милосердный Боже, отдаю в Твои любящие руки всех моих братьев и сестер, ценящих и ищущих надежду. Надежду под именем Эммануил. Помоги нам, Боже, оценить жизни заблудших братьев Твоими мерками. Благослови. Стать Твоими инструментами по спасению доковых. Ты сказал, имеющие сына, имеют жизнь вечную. Благослови нас, Боже, возобладать этой жизнью, силою Твоею и во славу Твою. Во имя Христа просим. Да будет воля Твоя. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok